Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале Летон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии, как всегда, замечательные гости, замечательные журналисты, мои коллеги Марк Отлярский и Цвей Зильбер. Добрый день, друзья. 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 об асфальт. Конечно, он мог бы совершенно спокойно решить этот вопрос. Тут дело не в том, почему он не захотел. Тут дело в том, что, как мне кажется, опять-таки, несмотря на то, что ЦВИ всегда выступает в качестве резкого противника всяких конспирологических теорий, здесь как раз тот случай, когда это все работает. И, на мой взгляд, ситуация не так проста, как нам хотелось бы. И отозвала свой иск мать Яфа и Сахар, я думаю, у меня есть предположение такое, по той простой причине, что ей сказали это дело. Не по своей инициативе. Не по своей инициативе. И объяснили, что я еще давно говорил, еще до того, когда еще не выдали даже, а выдали его 12 ноября, отправили в Америку. И сразу же, кстати, отправили в суд моментально. Мы отдельно будем, я думаю, говорить о Буркове, я пока о Нами Сахар и о ее матери. Значит, и еще до того, когда все это, все эти слухи, ходили разговоры и так далее, и так далее, у меня, один из моих источников сказал, что, скорее всего, ситуация будет развиваться так, что Буркова выдадут американцам, американцы выдает из него всю информацию, которая им необходима, учитывая тот факт, что там его будет очная ставка с его подельником, неким Русланом Елисеевым, которого, кстати, выдал тот же Израиль в 2016 году, экстрадировал, причем там экстрадиция была совершенно очень быстро, никаких не 4 года. Вот. И после того, когда американцы получат то, что им надо, всю ту информацию, которая располагает, или хотя бы большую часть той информации, уже американцы, в свою очередь, обменяют Буркова на Аму и Сахар, и это будет равноценный обмен, потому что, как бы, она гражданка Америки, надо напомнить, да, не только Израиля. У нее американский паспорт. Поэтому, как бы, так сказать, Израиль, а что было Израилю менять? То есть, как бы, Бурков к Израилю не имеет никакого отношения. Мария, я готов тебе возразить. Дело в том, что, ты правильно сказал, Буркова арестовали 4 года назад, тогда на Аму и Сахар еще, по большому счету, и не пахло. Скажи, пожалуйста, тем более, что известно, где возражение? Возражение в том, что Буркову, по большому счету, в Израиле-то заманили. Это комбинация была спецслужб, как есть публикация на этот счет в израильской прессе, комбинация американских и израильских спецслужб. Ему Буркову предложили работу в Израиле, он приехал на работу в Израиль. Он не знал о том, что он объявлен в розыск. То есть, где здесь схема, связанная с Наамой и Сахарой. Схемы-то никакой нет. Все правильно. И не было этой схемы. Понятно, что его выманили в Израиль. Это известно. Я говорил об этом одним из первых. Я даже знаю, кто пригласил его на работу в Израиль. И как это все происходило. И учитывая тот факт, что его взяли как раз буквально уже на выезде. Он собирался в аэропорту, он собирался уже улетать. Понятно, что Наама здесь не пахла. Все правильно. Наама вообще не имеет к этому никакого отношения. Не имеет отношения к Буркову. Но сегодня пазл, мозаика складывается таким образом, что Наама, к сожалению, вписалась в эту ситуацию. Опять-таки, все еще раз говорю, намного сложнее, чем нам это хотелось сказать. Начать денег, ты и говорил. Предлагались им деньги. Действительно. До самых первых порах, когда Нааму задержали, и об этом рассказывал ее адвокат, появились какие-то странные люди, которые были представлены как адвокаты из Тулы. Какие-то адвокаты из Тулы. Бред какой-то. Которые сказали, что за определенную сумму они уладят вопрос. И это было. Может быть, это были какие-то... Сначала была сумма названа 50 тысяч долларов, потом была названа сумма 100 тысяч долларов. Так что, как бы, но на каком-то этапе, то есть, когда это дело уже переросло из обычного вымогательства денег, оно стало вдруг политическим. И действительно, бедная девочка, она действительно бедная девочка, она стала, к сожалению, действительно разменной монетой. Но я просто хочу продолжить мысль Марика и отнестись вот к этим конспирологическим теориям, как бы там ни было. Мы не можем проверить все вот эти теории, потому что это... Потому что, конечно, не можем проверить, но время покажет. Но все равно время покажет, конечно. Я хочу сказать, что в любом случае сегодня, даже если это так, у тех, кто на АМУ посадил, уже нет этой мотивации держать ее дальше под арестом. И все равно дальше есть очень хорошие шансы для апелляции и обжалования этого приговора. Сейчас в России очень сильная адвокатская контора занимается этим делом. Контора, которая называется Pen & Paper, это адвокаты Вадив Клювгант, Валерий Зинченко, очень известные в Москве адвокаты. Этим занимается Израильская палата адвокатов во главе с Ави Химми, адвокаты Алексей Коваленко и Алекс Зернопольский от палаты адвокатов курируют эту историю. Российская палата адвокатов тоже поддержала это дело, потому что они тоже в ужасе от такого правоприменения. Навальный в прошлый четверг говорил об этой истории. То есть нам кажется, что эта история только такая резонансная в Израиле. На самом деле там тоже эта история резонансная. Он говорил, конечно, в своем ключе. Он показал ролик с сыном какого-то депутата из Единой России, запамятовал, из региона. Не принципиально. Да, у которого полиция нашла килограмм героина. Не 10 грамм гажижа, а килограмм героина. И он говорит, вы, ребята, даете израильской гражданке за 9 грамм гажижа 7,5 лет, значит, этому надо было дать ну минимум 10. Даже дело не открыли. Он сказал, что он больше не будет, и дело не открыли. То есть такое вот выборочное применение закона. Выборочное, ты в курсе или нет, Цвика? В Шереметьево задержали сотрудника индийской миссии в Чехии за то, что у него в багаже нашли олграма гашиша. Ну это уже пошли игры, это уже известно, чтобы доказать, что они не зря там хлеб едят. Окей. Но это как бы вот конек Навального, его фонда борьбы с коррупцией, он все время говорит об этом избирательном применении закона, что с его точки зрения является коррупцией, коррумпированностью, преследуя неких посторонних интересов, не потусторонних, конечно. Но в любом случае я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня эту историю надо вернуть в правовую плоскость и решать ее там. Апелляция имеет очень хорошие шансы на успех, потому что действительно этот приговор непропорционально тяжелый, не доказано, что там была контрабанда, и не могут это доказать, потому что она не пересекала фактически границу. То есть в этом смысле... Она не подходила к багажу просто. С другой стороны, если есть за этим некий конспирологический, если есть за этим некий заговор, то сегодня мотивация у них должна упасть, потому что все, Бурков уже улетел в Америку, и мне кажется, что все-таки проблема в результате будет решена. Кстати, одна из возможностей, о которых говорят, что Путин, который 27 января будет здесь открывать памятник блокадникам в Иерусалиме, в Гансакере, он сделает такой жест доброй воли, ее амнестирует, может быть, даже привезет с собой. Тоже один из вариантов. Но все равно это должно решаться в правовой плоскости, подальше от политиков, подальше от всех этих... — Вот, Слика, теперь по поводу политиков, правовой плоскости и непосредственно господина Алексея Буркова. Ему в Соединенных Штатах, как пишут, грозит 80 лет тюрьмы. По сравнению с 7,5 на Аму и Сахар, это смотрится совсем по-другому, другие масштабы. Я хочу спросить вас, друзья, вот о чем. Посольство России в Израиле опубликовало, на мой взгляд, очень жесткий, такой, я бы сказал, дипломатический почти комментарий относительно экстрадиции Буркова. Там говорится следующее. Сожалеем о принятом израильскими власями решении. Этот шаг не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точки зрения. Ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может быть, посольство право по-своему? Четыре года он находился в тюрьме. По большому счету им никто не интересовался. И вдруг такой резонанс. Посольство, в общем-то, опубликовало то, что им прислали из МИДа. Я думаю, что посольство лучше, чем МИД, разбирается, как работает израильская система юстиции, которая очень независимая, которая выше исполнительной власти. То есть, премьер-министр Израиля не может позвонить в Верховный суд и сказать, что ребята, надо изменить решение. Да, это так. То есть, они руководствуются исключительно соображениями закона и справедливости, а не интересами сохранения хороших отношений с какой-то страной. Но, тем не менее, многие считают, что решение об экстрадиции очень спорное само по себе. Я не могу об этом судить. Даже не только в том плане и в контексте четырех лет, который Бурков находился в израильской тюрьме. Были озвучены две версии противоположные. Одна версия говорит о том, что Россия, когда прислала свое письмо об экстрадиции, оно было просто в буквальном смысле накропали на коленке, не от руки, но очень грубое, без каких бы то ни было, без объяснений, без приведения доказательств. Другая версия говорит как раз-таки наоборот, что это было очень такое мотивированное обращение с многочисленными доказательствами. Но Израиль, опять же, не потому, что Израиль дружит с Америкой, а не с Россией. Потому что американцы первые его арестовали по американскому запросу. И так далее. То есть есть некие процедуры, есть некие процессы, в которые не может влезть ни исполнительная власть, ни политики. И, наверное, это хорошо, наверное, это правильно. И, конечно, российский МИД должен был как-то на это отреагировать. И, учитывая, что тема российских хакеров, которые там пытались что-то взломать в Америке, она сегодня очень больная, понятна, болезненная. Тема, на которой развивается очень много самых разных спекуляций, теорий заговора и так далее. Марик, я еще одну цитату из пресс-релиза посольства Российской Федерации приведу. Указанное решение, имея в виду экстрадиции, не только не способствует поступать к тому развитию российско-израильских отношений, но и вызывает сомнения в способности власти Израиля обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан. Что скажешь, Марик? Ты же очень хорошо знаешь это дело. Что я могу сказать? Ну, обычная отписка, формальная совершенно, я бы удивился, если бы это был такой ответ, что мы приветствуем решение израильского правительства экстрадировать Буркова в Соединенные Штаты Америки. Да здравствует израильский суд, самый гуманный суд в мире. Понятно, что мы решили бы, что посольство сошло с ума. Оно не сошло с ума. Это обычная отписка, которая ровным счетом ничего не говорит. Это, так сказать, хорошая мина при плохой игре. Почему плохой игре? Потому что для того, чтобы понять, в чем заключается эта плохая игра, а я уверен, что после нашей программы мы получим массу соответствующих отзывов от троллей, ботов и прочих, так сказать, людей, которые не в состоянии соображать нормально. Алексей Бурков – это очень сложная и достаточно темная фигура, темная личность. Чтобы понять вообще, что за ним стоит и почему за ним охотятся американцы, простите меня, в мире огромное количество хакеров, которые воруют огромное количество денег. Но не за каждого хакера вписываются такие державы, как Америка, Израиль, Россия. Понимаете, человек вдруг хакер. Ну, подумай, ну, украл он там 20 миллионов, хотя на самом деле по некоторым сведениям даже не 20, а 100 с чем-то. 120 миллионов. Ну, взломал он компьютерные системы. Каждый день взламываются компьютерные системы. Каждый день хакеры проникают… Торговал банковские данные. Да, торговал, это тоже известно. Так называемый, так сказать, из так называемого даркнета. То есть, темного интернета, темной стороны. Все началось, на самом деле, давно, с нулевых годов. С сайта «Карт Планет». То есть, там действовала, на самом деле, целая группа. Бурков не один. Там была целая группа людей, которая взламывала вот эти данные и которая разъезжала по миру, отмывая потом, так сказать, украденные деньги. Кстати, ФБР, когда выяснило все это дело, они же сделали контрольную закупку у него. Да. Кроме этого, следы, так сказать, ну там тоже ФБР, не дураки себе делают. Я не думаю, что ФБР просто так стало просвещать такого бедного, невинного овечка, которым пытаются представить Буркова. Вот был такой мальчик, системный администратор, ничего особенного не делал. Поехал в Израиль клубнику собирать. И тут вдруг бас его, и, так сказать, под ручки, и пожалуйста, пожалуйста, в тюрьму. Все гораздо хуже. Все гораздо сложнее. Более того, я думаю, что Эйцин, наверное, слышал эту тоже версию. Опять-таки, мы, к сожалению, питаемся только версиями. Мы живем в таком мире, когда фейковая индустрия настолько мощно процветает, что никогда не узнаешь правду. Правд всегда несколько. Правд всегда несколько. И они всегда все выглядят правдоподобно. Быстрые смыслы, как сегодня говорят. Что ФБР, он еще интересует еще по одной простой причине, что он каким-то образом связан с российскими спецслужбами. Я не исключаю этого момента, но особым образом, вполне возможно, я читал где-то данную версию, что вот эти хакеры, группа хакеров, которые довольно большие деньги крала. То есть, она тем самым еще, вдобавок ко всему, пополняла казну российских спецслужб. Так что, как бы непросто. Поэтому вполне возможно узнать что-то, что-то такое, что Россия требует срочно-срочным образом к себе. И я не уверен, что если он действительно американцам удастся из него выдать то, что он знает, что вернувшись в Россию, он очень долго пробудет на свободе или вообще останется в живых. Поэтому я говорю еще раз, время действительно покажет, насколько все эти версии правильные, но Бурков влез действительно в очень плохую игру и в очень плохой кампании. Еще раз повторяю, их там несколько человек. Троих уже выдали. Троих уже выдали. Один из них находится в Москве, человек по фамилии Фомичев, если мне не изменяет память. И, собственно говоря, вот эти люди и начали вот эту кампанию обмена. От них исходила вот эта инициатива обмена НАМА и Сахар. Попытки, попытки обмена. Да, незадолго до нашей с тобой программы я зашел как раз в телеграм-канал и увидел сообщение с лента Ру, в котором эта версия обсуждалась на полном серьезе версии обмена, что вот Израиль не пошел на это. И вот мы теперь знаем, так сказать, как Израиль относится к России, хотя, как сказал правильный ЦВИ, то есть, ребята, ну есть, вы говорите же о соблюдении закона. Что же вы требуете от Израиля нарушать закон? Израиль пошел по законному пути. Но если бы этот обмен произошел, то тогда можно было бы просто с полной уверенностью сказать, что Бурков работал на российские органы, и то есть тут уже просто сомнения есть. Это было бы слишком просто. Это было бы слишком просто. Это было бы слишком просто и ясно. Но, как бы еще раз говорю, с Бурковым все не так просто. Ну, может быть, там будет действительно комбинация какая-то. Вот, и мы увидим еще, история не закончилась, пока на данный момент. Конечно, конечно. Но в любом случае хочется верить, что версия о том, что Путин привезет нам из Сахар на открытие памятника блокадникам, она будет и свершиться на самом деле. Дай Бог поскорее увидеть эту девочку здесь, хотя тоже все неоднозначно. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот разговор. Спасибо вам, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Всего доброго.